Во время Великой Отечественной войны были написаны десятки песен, которые помогали нашим солдатам, поддерживали их боевой дух. Но все же многие жители нашей страны главной песней праздника 9 мая считают песню «День Победы». Хотя написана она была уже после окончания войны и имеет довольно непростую историю. В марте 1975 года, к 30-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, поэт-фронтовик Владимир Харитонов написал слова песни «День Победы». Автором музыки выступил Давид Тухманов. Но песня, особенно музыка, не произвела особого впечатления на руководство Союза композиторов и была подвергнута критике за излишний положительный мотив музыкального сопровождения, который, по мнению представителей цензуры, искажал для слушателей восприятие праздника. И песню продолжительное время не пропускали на радио и телевидении. Всенародное признание композиция получила в конце 1975 года. Тогда она впервые прозвучала в прямом эфире на праздновании, посвященном Дню милиции. Спел ее советский певец Лев Лещенко, который и по сей день считается ее главным исполнителем. Вы тоже можете исполнить эту великую песню, присоединившись к голосам всей страны. 9 мая, сразу после общероссийской минуты молчания в 19 часов, которую объявят по радио и телеканалам, Ведущие предложат выйти на балконы или встать у окна, держа в руках портреты фронтовиков или тружеников тыла, и всей семьей исполнить День Победы. День Победы День Победы Порохом пропад Это праздник С сединою на висках Это радость Со слезами на глазах День Победы День Победы День Победы Здравствуй, мама Позвратились мы не все Босиком бы пробежаться по земле Пол Европы Прошагали пол земли Этот день мы приближали как могли Этот День Победы Порохом пропах Этот праздник С сединою на висках Это радость Со слезами на глазах День Победы День Победы День Победы В 21 час 50 минут Жители Славянского района, как и все россияне, смогут принять участие в акции «Фонарики Победы». Для этого необходимо в указанное время подойти к окнам и зажечь свечу, бытовой фонарик или фонарик телефона. Так, одновременно мы зажжем свет нашей памяти и благодарности в День Победы. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».